Слуга Христа Он должен служить Его Слову, потому что Слово Божие – это Его откровение о себе. Иначе у нас просто будут мистические переживания и мысли самого разного рода. Но когда мы принимаем то, что сказано в Слове, мы проявляем истинное смирение. Смирение – это желание подчиниться Богу и Его Слову. Все теории и методологии, противоречащие Слову Божьему, должны уйти в небытие. Есть те, кто считают, что слово «смиренный» означает «слабак», «бесхребетный» или «тряпка». Некоторые считают, что смирение означает всегда соглашаться с господствующей культурой и идеями, превалирующими в обществе. Не выражайте свое мнение особенно публично. Смирение не имеет ничего общего с тем, сколько раз человек говорит, что он смиренный. Смирение не имеет ничего общего с тем, насколько быстро человек меняет окрас. Смирение не имеет ничего общего с человеком, который желание понравится и идет на компромисс с истиной и убеждением Слова Божьего. Нет и миллион раз нет. Но смирение напрямую связано с послушанием истине Слова Божьего. Смирение имеет прямое отношение к утверждению и укайнению во Христе и в Его Слове. Смирение имеет прямое отношение к подчинению своих мыслей, своего мнения, своих идей истине Слова Божьего. Независимо от того, насколько одарен человек, насколько он умен, независимо от того, насколько у него хорошие коммуникативные способности, эффективность человека мимолетна, если он не укоренен и не утвержден в истине Слова Божьего. Именно это апостол Павел говорит коринфянам и каждому из нас. Поэтому откроется вместе со мной первое послание к коринфянам, 4 главу. Мы рассмотрим сегодня только первые 13 стихов. Я закончу главу в следующей проповеди. Мы находимся посередине серии проповедей под названием «Здоровый образ жизни в больном мире». Мы изучаем первое послание к коринфянам. Здесь Павел очень ясно дает понять, что истинное смирение начинается с готовности быть слугой Иисуса. Павел, Петр, Иаков, Иуда. Каждый из них почитал за честь и привилегию называть себя слугами Иисуса. Посмотрим первый стих 4 главы первого послания к коринфянам. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Помните, что Павел обращается к глупости, которая имела место в церкви, когда она пережила раскол. Люди встали на чудо-сторону. Это создало разделение в церкви. Этот раскол не был спровоцирован Павлом или Аполлосом. Он был спровоцирован людьми. И мы поговорим об этом через мгновение. Но слово, которое здесь использует Павел, буквально означает «раб низшего ранга». Это человек на галере, который весь день гребет на дне корабля. Гребет и гребет, снова и снова. Позже греческое слово стало обозначать любого, кто ставит себя под власть. Все верующие христиане, особенно те, кто служат, подчиняются Господу Иисусу Христу. Иногда мы забываем об этом и работаем сами на себя. Послушайте, слуга Христа должен служить Его Словом. Надеюсь, это понятно. Истинный слуга Христа служит Его Словом. Так к чему же я это говорю? Потому что Слово Божие — это Его откровение о себе. Как узнать Бога, если не видеть Его в Его откровении в Библии? Иначе мы будем просто иметь мистические переживания и идеи самого разного рода. Но когда мы принимаем то, что сказано в Слове, мы проявляем истинное смирение. Как я сказал, смирение не имеет ничего общего с внешностью и популярностью. Смирение вовсе не означает идти за толпой. Смирение — это готовность подчиниться Богу и Его Слову. Смирение означает отложить в сторону все теории, методологии и программы, противоречащие Слову Божьему. О, я прекрасно знаю. Разумеется, я в курсе, что это идет вразрез с общественным мнением. Смирение не очень-то и популярно сегодня. Оно противоречит тому, что приемлемо в культурном отношении. Смирение будет противоречить политкорректности. Ну и что ж, с того. Истинный слуга Иисуса всегда будет загадкой и парадоксом для этого падшего мира. Если человек популярен в этом падшем мире, это говорит о том, что он не настоящий слуга Иисуса Христа. Дело в том, что мировая система никогда не поймет, что мы видим невидимое, что мы побеждаем, уступая, что мы находим покой, становясь под Его иго, что мы царствуем, когда служим, что мы становимся великими, умоляя себя, что мы возвышаемся, становясь смиренными, что мы становимся мудрыми, будучи безумными ради Иисуса, что мы стали свободными, став рабами Иисуса. Мы обладаем всем, не имея ничего. Мы сильны, когда немощны. Мы побеждаем, когда покоряемся. Наша победа и слава в нашей немощи. И мы живем, умирая для себя. И вот вопрос, что главное для слуги Господа? Не то, как ему или ей быть счастливыми, но что же именно? Как угодить своему Господину? Угоден ли я своему Господину? Павел не говорил, что слуга Иисуса должен быть красноречивым или умным. Он не говорил, что главное для слуги иметь хорошие коммуникативные способности. Нет, и еще раз нет. Слуга Иисуса должен проявлять абсолютное смирение перед Иисусом. Посмотрите на 2 стих 4 главы. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Здесь Павел говорит, что мы каждый день сталкиваемся с судами трех разных инстанций. Каждый день мы сталкиваемся с тремя судами. Есть то, что я называю судом низшей инстанции, и это суд общественного мнения. Это то, что люди думают о вас и обо мне. Это суд, с которым мы сталкиваемся. Нравится вам это или нет, но это происходит. Но есть второй суд, более высокая инстанция. Это суд вашей совести. Но затем Павел сказал, что есть третий суд. Это верховный суд. Этот верховный суд – это то, что Бог думает о вас. То, как судит о вас сам Бог. И третий стих говорит для меня, то есть это первый, нежестоящий суд. Это суд низшей инстанции. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Вот как это передает перевод Филипса. «Мне крайне мало важно, что обо мне думают другие люди». Надеюсь, услышать на это. Аминь. Вопрос. Неужели апостол Павел такой жестокосердный? Конечно же, нет. Неужели он с презрением относился к мнению людей о нем? Нет. На самом деле, напротив, Павел не был защищен от критики своих оппонентов. На самом деле, он страстно защищал свое апостольство. Его глубоко ранили ложные слухи, намеки и ложные обвинения со стороны тех, кто ненавидел, когда он отстаивал истину. Они хотели проповедовать размытые Евангелия. Даже здесь, в этом отрывке, он именно этим и занимается. Павел чутко относился к мнению людей, поэтому я не хочу, чтобы вы неправильно поняли это место. Однако критика людей не определяла его жизнь. Его отстаивание истины не изменилось из-за их критики. Их критика не поглотила всю его энергию. Он не жил мыслями о том, что о нем подумают, или что о нем скажут. Их нападки не занимали его мысли. Их насмешки не мешали ему смело проповедовать истину. Их ложные обвинения не заставили его идти на компромисс с истиной. К сожалению, сегодня все не так. Будь то церковь или общественная жизнь в целом, очень многие приспосабливаются к низшему общему знаменателю. Приспосабливаются. И снова приспосабливаются. Пока однажды мы вообще не перестанем признавать Евангелие. И Павел сказал, «Для меня мало играет роль и то, что вы думаете обо мне». Все это не так важно. То, что вы меня осуждаете и критикуете, никоим образом на меня не влияет. Это суд, низшая инстанция. Но потом он сказал, что есть второй суд. Кстати, здесь он не употребляет слово «суд». На случай, если вы пойдете домой, начнете читать отрывок и спросите, «А откуда он это взял?» Я все выдумал, конечно же. Шо-чо. Просто это очень для нас актуально. Он сказал, что есть суд выше, чем общественное мнение. Это суд вашей совести. Вопрос, является ли наша совесть на 100% точным судьей и руководителем? Нет. Павел сказал, что это не так. В 4 главе Слово Божие говорит о том, что даже совесть, просвещенная Святым Духом, может рационализировать неправильное и заглушать нейтральное. Все зависит от того, как тебя обучат. Но вот в чем суть. Послушайте, главный вывод. Это говорит о том, что слуга Божий не живет так, как ему диктуют другие. Слуга Божий не следует только своей совести, хотя сам Павел ценит совесть. Он ее не отвергает. Он ценит совесть и говорит о ее ценности для христианина. Но при этом он совершенно четко заявляет о ее несостоятельности. Он говорит, моя совесть не может оправдать меня перед Богом, и поэтому у нас есть Третий Верховный Суд. Это тот суд, мнения и суждения которого имеют наибольшее значение. Пятый стих говорит об этом. Оценка Бога важнее всего. Вердикт Бога — вот что важно. Божий суд — это самое главное. А почему так? Потому что люди судят по внешности, и часто они ошибаются. Наша совесть судит на основе усвоенных моделей поведения или наших потребностей. Но только Бог судит нас по мотивам. А вы понимаете? Только Бог судит нас по мотивам. Меня всегда мотивировало то, что я называю аудиторией одного. Главное, угождаю я моему Господу или нет? Всегда. На протяжении всего моего служения. Но по мере того, как я подхожу к финишной черте, я все больше и все усерднее забочусь о том, чтобы однажды услышать из уст моего Спасителя «Хорошо, добрый и верный раб». Так давайте же подведем промежуточный итог. Истинное смирение проявляется в послушании истине Слова Божьего. Истинное смирение проявляется в признании верховной власти Бога. Истинное смирение проявляется в нашем глубоком желании угодить Господу. И в этом, друзья мои, и состояла суть проблемы Коринфской церкви. Это основная проблема, с которой здесь разбирался апостол Павел. Эти люди были верующими. Да, они были спасены, но они были горделивыми. Они хвастались. Словно это они написали песню Фрэнка Синатра «Я сделал все по-своему. Не бойтесь, я не собираюсь ее вам пить». Но, тем не менее, они выпячивали свое «я» и упирались. Они были воплощением натянутой улыбки и фразы «У меня все прекрасно, спасибо». И Павел говорит, что в самом центре их разделений лежит гордыня. Они гордились своей человеческой мудростью и своими человеческими лидерами. Они гордились тем, что встали на чью-то сторону и произвели раскол. И все же в их случае сами лидеры были благочестивыми и смиренными и не хотели, чтобы так произошло. Вот почему я и сказал, «Не выходите за рамки написанного». К сожалению, сегодня у нас есть лидеры, которые вдохновляют, развивают и лелеют свою популярность. Они активно продвигают себя и хотят, чтобы последователи следовали за ними, а не за Иисусом. Это отличается от коринфских лидеров, которые были далеки от желания, чтобы люди следовали за Павлом, Аполлосом или Кифой. Это так. Они хотели, чтобы люди в церкви следовали за Христом. Следуйте за Христом. Не следуйте за человеком, кем бы он ни был. Люди используют лидеров для удовлетворения своей гордыни. Посмотрим шестой стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Горделивость не сирота. У нее много родственников, и среди ее братьев-близнецов высокомерие и хвастовство». А вот почему Павел сказал в 7 стихе, «Зачем вы хвастаете? Почему вы думаете, что вы выше других верующих? Почему вы думаете, что вы или ваша группа лучше других верующих? Павел сказал, что на самом деле нам нечем хвастаться». А почему? Потому что все, что у нас есть, было нам дано. Как можно хвастаться тем, что вам даровано? Ведь в конечном счете мы все сделаны из одного материала. Все мы искуплены одним и тем же Господом, и всем нам дан один и тот же Дух. «А когда тебе что-то подарили, нельзя этим хвастаться. Это должно побудить нас склонить колени в знак признательности и благодарности. Возлюбленные, нет нужды говорить вам, что благодарность становится редкостью в нашей культуре». И в 8 стихе Павел использует сарказм и называет их царями. У коринфских верующих на самом деле была та же проблема, что и у церкви Лаодикии. Вы помните, что одно из первых посланий Иисуса семи церквям в книге Откровения было адресовано церкви в Лаодикии. Они думали, что богаты, ни в чем не нуждаются. Как и лаодикийцы, коринфяне были жалкие, несчастные, бедны, слепы и наги. Посмотрим с 9 по 13 стих. Павел говорит о парадоксе христианского лидерства. Если вы никогда не понимали парадокса христианского лидерства, вы увидите его здесь. И заключается он в четырех словах. Четыре слова. Посмешище, глупцы, страдальцы и, наконец, изгои. А вот кем буквально были лидеры в то время. Апостол Павел говорит нам, что жизнь ученичества это жизнь служения. Жизнь в служении это жизнь смирения. А в этом мире можно высмеивать истинных служителей живого Бога, но на небесах они будут правиться. В этом мире над рабами живого Бога можно насмехаться, называть их глупцами, но благословенно глупцы во имя Иисуса. В этом мире истинных слуг живого Бога можно всячески обзывать, но у них нет времени обижаться, огорчаться и сражаться с людьми. В этом мире слуги живого Бога, которые хотят жить по принципу «Не трогайте меня, я вас не трону», а я знаю, что в этом мире много таких христиан, это те, кто говорят о Боге только ввиду туманных понятий. Они не могут говорить людям об Иисусе, они не хотят, чтобы к ним относились как к изгоям общества, заявляющим, что Иисус единственный путь к спасению и небесам. Это происходит в нашей культуре и во всех культурах по всему миру. Вот почему я верю, что мы с вами живем в конце времен, и это не должно нас удивлять, поскольку это история самого нашего Господа и Спасителя Иисуса, Царя всех царей, Царя Вселенной. Он родился и вырос в безвестности, Царь Вселенной, жил и умер бедным, чтобы сделать раскаившихся грешников вечно богатыми. Он родился в Холиву, и вместо колыбели у него были ясли для корма животных. Он жил и работал плотником в презираемом городе, о котором обычно говорили, что доброго может быть из Назарета. Когда Иисус начал свое служение, у него не было организации, которая бы его поддерживала. Он проповедовал, не беря за это плату. Он совершал чудеса и ничего не просил взамен. Он сказал, у лисиц есть норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Царь Вселенной за добрые дела получил распятие. В конце своего земного служения он был продан за 30 серебряников. Это цена раба. Тот, кто создал все деревья во Вселенной, висел на дереве. Тот, кто создал все железные рудники в мире, был пригвожден ко кресту железными гвоздями. Его погребальная одежда была ему подарена, а его гробница была взята взаймы. Из него сделали посмешищем глупца и изгоя за всех нас, за вас и за меня. Но это не конец истории. Скоро наступит день, когда его враги будут положены в подножие его ног. Скоро наступит день, когда те, кто его пронзили, будут стучать себе в грудь. Скоро наступит день, когда перед ним и клонится всякое колено. Скоро наступит день, когда всякий язык исповедует его, когда мы, пострадавшие за его имя, будем вечно править и царствовать с ним. И поэтому, возлюбленные, у нас есть все основания быть смиренными. Наше смирение проявляется в нашем послушании Слову Божьему, а не в покорности ложной культуре и ее давлению. Наше смирение проявляется в нашей готовности испытывать свои мотивы сердцем. Это то, что я делаю регулярно. И поэтому сегодня я хочу закончить словами тебе одному. Господь наш, вся слава, величие, власть, сила и хвала и поклонение во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok